В английском языке существует два артикля. A – неопределённый артикль, и the – определённый. Но сегодня мы затронем лишь неопределённый. Артикль – это маленькое, но очень важное слово. Состоит это слово всего лишь из одной буквы – a. Иногда бывает вариант an, о нём мы поговорим чуть позже. Артикль заменяет собой слово one, и стоит он только перед существительными. Например, a book – книга. Если вы сомневаетесь, нужно ставить артикль или не нужно, мысленно подставьте слово one – один, и проверьте, подходит оно сюда или нет. Артикль всегда обозначает какое-то понятие или какой-то тип предмета. Например, машина – a car. Я представила себе BMW, а кто-нибудь представил Жигули. Но самое главное, что мы говорим о понятии машина – a car. Мы не говорим о конкретном предмете. Как я уже упоминала, артикль a имеет вариант an. Как разобраться, когда a, а когда an? Всё очень просто. Если существительное, которое идёт после артикля, начинается на гласный звук, то нужно ставить артикль an. Иначе будет просто неудобно и некомфортно говорить. Вот, например, посмотрите на картинку. Elephant – слон. Неудобно говорить – a elephant. Нужно говорить – an elephant. Итак, мы разобрались, когда артикли ставятся. Теперь нужно понять, когда же они не ставятся. Если артикль ставится перед существительными и обозначает что-то одно, то логично предположить, что когда предметов несколько, то есть они во множественном числе, то артикль мы не ставим. Например, foxes – лисы. Второй случай, когда артикль не используется, когда у нас что-то неисчисляемое. Что значит неисчисляемое? Это то, что невозможно посчитать. Например, рис – rice. Мы не можем говорить – один рис или два риса. Неисчисляемое. Сюда же относятся жидкости, например, tea, чай, кофе, кофе, сахар, sugar и так далее. Третий случай, когда мы не используем артикли, мы не ставим их перед именами. Например, Peter, Helen, Kate. Четвёртый случай, если у нас перед нашим существительным стоит местоимение, например, my – мой, your – твой, his – его и так далее. Если у нас стоит указательное местоимение, this – that – этот, тот или слово one, то мы не используем артикль a. Например, my bike – мой велосипед. Слово my здесь поглощает артикль. Пятый пример, когда мы не используем артикли, это когда у нас какое-то абстрактное, существительное абстрактное понятие. Например, love – любовь. Мы не можем её посчитать. или измерить. Поэтому было бы странно говорить ela. Сюда можно отнести такие понятия, как наука – science, art – искусство, music – музыка и так далее. То есть какие-то абстрактные, не поддающиеся исчислению понятия. Дальше мы не используем артикль a перед названиями улиц, городов и континентов. Например, Pushkin Street. Мы также не используем артикль перед днями недели и месяцами. Например, Sunday, Monday, Tuesday, September, October. Также следует обратить внимание, что не всегда существительное используется само по себе. К нему часто прилипает какое-то описание прилагательное. Вот, например, a rabbit – просто кролик. A funny rabbit – смешной кролик. Если перед нашим существительным стоит прилагательное, то артикль перемещается в самое начало связки. Также нужно запомнить, что английский язык, как и любой язык, он неоднозначно. В нём есть устойчивые словосочетания, есть и исключения, и правила достаточно гибкие. Поэтому готовьтесь к тому, что нужно запоминать очень-очень много различных ситуаций, когда артикль вроде бы должен стоять, но он не ставится. Или наоборот, когда артикль как будто не нужен, но он почему-то стоит. Вот некоторые примеры. In a day – через день. In a month – через месяц. Или, например, когда артикль не используется. To have breakfast – завтракать. Дословно иметь завтрак. To have dinner – обедать. At home – дома. Дом ведь один, но артикль здесь не ставится. At work – на работе. Та же самая ситуация. А теперь давайте прослушаем небольшой текст и посмотрим, часто ли употребляются артикли или нет. Субтитры создавал DimaTorzok «Сумфортно», «Все не есть». «Все не есть». «Все не есть». The girl accepted. First, it was necessary for her to prepare. She arranged her hair and put on nice clothes. This required a lot of time. But the girl worked hard, and soon she had success. She looked perfect. They attended the party together. The girl was having fun. Later, she walked into the bathroom. Suddenly, the lights were turned off. Someone grabbed her hair and tore her clothes. She ran out of the bathroom. She wanted to know who did this to her. She ran out of the bathroom.